Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Блин, на кого он похож, а? Кого-то он мне напоминает. Так, мы обещали, что-то вот так поздороваться. Ну, что случилось-то? Бертрам. Че? Представьте только, спасаешь людей, вскармливаешь их своей грудью, образно выражаясь, как мать. Заботишься о них, растишь их. Они потом воззают тебе нож в спину. Вы когда-нибудь предавали близкого друга? Надеюсь, что нет. Предатели. Они просто несчастные, презренные, недостойные любви люди. А я их сделала звездами, мечтателями, артистами. И они... О, нет, теперь одной семьи ему мало. Нет, он бросил всех и ушел. Мой маленький иллюзионист взял, да воткнул своей мамочке. Ах же ты сраный! Нет, Бертрам, 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 перестань. Отпусти того доброго человека, сделайте что-нибудь, он же его съест. Съест? Э-э-э, спокойно, спокойно, чувак. Говорю, спокойно, еблядь. Шерри, Бертрам! Оу! Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Нихера себе, Бертрам, тише, здоровяк! Оп! Опа! Оп! Оп! Тихо! Опа! Опа! Оп! Саечку заиспуг! Оп! На! Оп! 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 И последний разочек! Не, ни хера себе, здоровый тип! По-моему, все. Бертрам, иди сюда. Это циркачи! Ну, да, Марджонни здесь, и тебе больше никто не сделает больно. Мама! Вы должны держать эту тварь в клетке, а тебе бы стоило придумать. Налей мне пиво. Не волнуйся, мы заплатим за все, что ты сделал. Бертрам, иди сюда. Только мама может о тебе позаботиться. Никто тебя не любит так, как я. Особенно этот Гафни... Кто? Магнифико. Он мой друг. Будь он твоим другом, тогда сейчас он был бы здесь. И не бросил бы нас. Бу-бу-були. Понятно, это, по-моему, циркачи. Мама тебя вылечит. Но сначала ты должен рассказать, куда делся этот слезняк. Но Бертрам обещал. Да, но ведь Магнифико тоже обещал, да? И не просто обещал, а подписал контракт, а потом его нарушил. Поэтому скажи, где он именно находится. И тогда мы будем квиты. Умница, умница. Он в лесу. Почему ты сразу мне, Эрлэм, не сказал? Проси прощения у этих людей быстро. Мне жаль. Мне... Понятно. Вы мне... Больше не прикасайся к Шерри, понял? Бертрам любит Шерри. Только не заводите его. Спасибо за помощь, незнакомец. Если вы видите маленького гаденыша, который спит в лесу, то не могли бы вы его немного проучить? Мы придем на шум. Я попробую. Кстати, его зовут Магнифико. Вы его сразу узнаете. Бертрам, пошли. Ну ни хера себе передряга. Зашел в бар пивка попить. Минус 50 центов. Так, где-то моя шляпа была. Не ожидал, не ожидал я такого. Чувак, а тебе не хватит бухать-то, а? Ты уже день, а ты все здесь спишь и бухаешь. Не, по-моему, ему хорошо. Итак, ладно. Короче, тут в карты можно поиграть. Нет, никаких карт. Никаких карт. Я собирался отправиться в Сен-Дени. Подожди, а почему переправа закрыта? У вас есть письма и посылки. Хорошо, пойдем заберем письма. Гостиница. А где письма-то здесь забирать? А, вот здесь. Давай. Так, заплатить штраф. Кому я там что должен? Показывайте. Никому я ничего не должен. Это уже хорошо. Я должен забрать почту. Давай почту сюда. Письмо Теодора Левина. Теодор... Кто такой Теодор? 350 баксов? А, Теодор... Бля, не могу вспомнить все равно, кто это. Теодор. Теодор Лев... А, это который книгу писал. Все, понял. 350 долларов он мне прислал. Хороший, хороший, малый. Так. Где повозка-то? Рррр. В настоящий момент, Дилижанс, почему не? Доступно все. Так, а в Сен-Дени, пожалуйста. Ну, слава богу, не придется скакать до Сен-Дени. Да все, все, я понял, что мы здесь. Значит, живым или мертвым, естественно. Где моя лошадь? Че ты там делаешь? Иди сюда, блядь, пегас, иди сюда, тебе говорю. 30 градусов? Да ты че, тут лето, что ли? Так, мне нужен магазин сначала. Сначала мне нужен магаз. А это кто? Незнакомый человек снова. Сестре Кальдорену, брату Доркинсу требуется ваша помощь. Опять они. Ладно, хорошо. Но сначала я до магаза. Надо пополнить запасы все. Так, где магазин-то? А, я уже и забыл. Вот он. Тих-тих-тих-тих-тих. Не кричи, Артур. Все в порядке. Кстати, лошадка, тебе не жарко? У тебя на жопе шкура этого волка. Велком, велком. Давай каталог сюда, велком. Так, давай все, все покупаем. Покупаем все. Гулять так гулять. Нам 350 долларов прислали. А у нас все есть. Это есть. Так, клубника, шмубника, морковка. Морковка, естественно, морковка. О, сыр, вот он. Для глаза. Первосортная говядина. Не знаю, зачем она. Готовить ее, блин, долго. Так, это что, шоколадка? Шоколадка хорошо для глаза. Овсяное печенье для лошадки. Бурбончик, сигара для глаза. Все отлично. Жевательный табак. Все, тоник для волос нахер. Так, патроны. А патроны у меня почему-то кончились. А, потому что я делал надрезанные патроны. Стрелы? Даже не знаю, зачем я покупаю постоянно стрелы и куда они деваются. Так, что еще? Приманка для хищников. Поохотимся? Возможно, возможно. О, лекарство для лошади. Отлично. Все. Да все, уходим отсюда. Мы все скупили. Всю лавку скупили. Да все, все, пока, пока, усатый. Так, ну что, к брату и сестре Доркинсом. Или к Сэдди Эдлер. Наверное, давайте поможем этим Доркинсом. Ну, брату Доркинсу, а сестру забыл, как зовут. Мне нравится, я живой или мертвый, но пофигу. На меня не обращают внимания никакого. Так, это где-то здесь. Вот и приход. Прошу вас, даже несколько центов могут очень помочь. Что, дать ей денег, что ли? Доркинс! А так это она и есть. А здравствуйте, сестра. А вы вот только недавно беседовали о вас с братом Доркинсом и надеялись, что вы к нам заглянете. Как поживает брат Доркинс? Он в добром здравии. Немного раздостановлен тем, как у нас в Ордене все заведено. Добивается, чтобы его отправили за границу. Хочет взяться за какое-нибудь дело потруднее. Можешь стать миссионером. Он чудесный человек. Ну да, да, да. Как сами-то? А ничего, геморрой в жопе. Да, туберкулез. А вы знаете, как-то давно я была такой же, как вы. Да, это вряд ли. Нет, я сделала страшные вещи, ужасные вещи. Я не могла остановиться. Потому что не верила в существование доброты. Но однажды я узрела проявление истинной любви. И с тех пор нурные поступки стали казаться, ну, как сказать, ну, не то чтобы невозможными, но нелепыми. Наверное, я просто хочу уйти с достоинства. Но я далеко не свистой, сестра. Я бандит. Как занятно. Религия всего лишь слово. Сердце редко бывает абсолютно чисты. Но в то же время редко бывают и полностью испорчены. Интересная мысль. Для меня, понимаете, Бог это люди, а люди это Бог. Поэтому мы все должны делать то, что в наших силах. Эти люди голодают. Раздобудьте им поесть. Не переживайте так из-за своего сердца. Поступки ведут, а сердце следует за ними. Я обещаю дальше считать вас очень плохим человеком. Раз это важно так. Да, над. Так что надо сделать-то, я не понял. А, пожертвовать бабосиков. Так еды надо дать. На тебе еды. На, 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 держи. А, подожди. Использовать. А почему я не могу использовать еду? Не понял. Почему? Вот же хавка. И ничего не могу дать, что ли? А, надо подержать. Мать твою, а. Еще давай дадим. Что нам? Нам не жалко вообще. А почему уменьшается вот здесь? А знаете что, сестра, пожалуй, мне достаточно или пусть разделят между собой. Вы прекрасный человек, мистер Мурган. Ну, это неправда. Я хотел сказать прекрасный, но устрашающий. Может, я еще денег дать? Не, не надо. Считайте, на сегодня вы свое доброе дело сделали. Не стану больше истязать вас благодеяниями. Сестра Эттель готовит изумительное рагу. Они будут рады. Так рады, так рады. Все, что ли? Мне нужно сосредоточиться. Ладно, все, я поехал. Так, а, я даже не знаю, стоит ли к доктору заходить? Может и стоит. Добрый, добрый, добрый. Блядь, закрыто. Не та дверь. Не та дверь. А где? Вот вход. Чувак, я тебе опять расхерачивался в двери. Как же я люблю к тебе заходить. Дверь вообще сделана из какого-то говна. Итак, тоники, стимуляторы. Все у нас есть, интересно. А нет, вот крепкого тоника не было. Так, здесь все есть, естественно. Все, да? Что-то маловато как-то у тебя товаров. Советую обзавестись большим и расширенным товаром. Так, где моя лошадь? Пегас. Пегас, ты где? Что ты там делал? Насрал хоть им? Нет? Ладно, наверное, насрал все-таки. Так, ну что, пойдемте к Сэдди Эдлер. А то мы что-то уже загулялись по этому городу. Помогите обездовленным. Они в отчаянном положении. Я уже помог. Блин, полицейский. Ты прям как-то не вовремя. Я чуть тебя не убил. Нечаянно лошадью. По-моему, я на месте. Миссис... О, там дач. Я слышу. За меня не беспокойтесь. А вот ты где. Вот я где. Ладно, идем. Куда? Что ты такой взвинченный? Сегодня чудесный день, Артур. Сегодня состоится казнь Кольма Удрискала. У-ху-ху, ништяк. Вот как. Либо его повесят, либо я его застрелю. О, его непременно повесят. Давно пора. Этот парень стоял перед виселицей не раз. Пока шея у него не хрустнет, я не буду считать его мертвым. Я тоже. И поэтому, хотя мы все объявлены в розыск, мы лично посетим это мероприятие. Чтобы вместе с ним болтаться. Да, но если я увижу, как этот поддонок испустит дух, то смогу умереть с счастливым человеком. Надо переодеться. Вот это. И вот это. Это что, полицейская форма, что ли? Да ну нахер. Да ладно. О-хо, а тебе идет. Ладно. Пошли. Слушайте-ка. Коль мы удрискало вздернут. Вот это мы вырядились. Свернем в переулок, чтобы сократить путь к месту казни. Оружие держим в кобуре, себя не разоблачаем, голову не теряем. Миссис Эдлер, с позволения сказать, городской наряд вам очень к лицу. Да, я оденусь, как царица Савска, лишь бы увидеть, как вздернут этого ублюдка. Коль меня... Коль бы повесит. Чуть меня не убил, но это не значит, что мне приятно смотреть, как он болтается. Сколько я помню, мистер Морган, из этой ситуации вы выпутались, а вот моему мужу не повезло. Вы потеряли мужа, потеряла свою драгоценную Аннабель, тот бедный мальчик Кэрин. Все мы понесли лишение из-за Кольма. Но сегодня мы его отправим на вечный покой. Аминь. А теперь убедите пальцы со спусковых скоб. Мы должны мыслить здраво и сохранять самообладание. Неплохо бы начать с тебя. О чем ты говоришь? Ты надеешься сохранить самообладание в самом деле? Ты его теперь легко теряешь. Эти твои сомнения и вопросы, я скучаю по старому Артуру. Мы все скучаем. Прекратите вы оба. К каждому из нас есть чем заняться, и все мы примерно знаем, как именно следует сделать. Ладно, мы все сделаем. Ну ладно, пошли. Нам нужно добраться до места казни. Так мы уже тут на месте. Смотрите, люди обожают казни. Да я вижу. Ну что, действительно его вздернут или нет? Так, подождем здесь. Ну вот, а теперь... Видишь вон тех двух засранцев? Да, вижу. Это молодчики Кольма. Да, похоже на то. Какой сюрприз. Хорошо, что мы здесь. На что они показывают? Не знаю. Надо проследить за ними. Точно. Сюда кто-то идет. Побудь здесь. И ничего не делай. Не вздумай вообще-то. Идите почистите лошадь, офицеры. Толпа собралась посмотреть на представление. Мы же не хотим, чтобы все сорвалось. Но мы не упустили шанс увидеть, как вздернут нашего юного Джона. Эй, эй. Ты же знаешь, что я бы этого не допустил. Похоже, я уже не знаю, что я знаю. Я думаю, что сейчас не время оспаривать мои и твои решения. Коль Мадрискл получит свое здесь и сейчас. Он сырнул вот там. Да я видел. Ты что, думаешь, я слепой, что ли? Да, не шуми. Обалдеть, да. Я банками к Гремлю иду, да? Ну что там? Куча законников. Сколько именно? Достаточно. Что скажешь? Пол уже на крыше. Когда он начнет стрелять, нужно будет все провернуть очень быстро. Понял? Ну, мы не в таких передрягах бывали. Ну да. Ладно, приступай. Вообще, это чувак на Хавьера очень похож. Так, у них есть парень на крыше, который выходит к виселице. Заберись туда по одной из веранд. Или через здание, как получится. И сними его. И сделай это тихо, пожалуйста. Но, разумеется, я все сделаю по-тихому. Я хочу, чтобы эта гнида сдохла. Так, нужно забраться. По веранде, да? О, лестница. Артур, здесь... Да я увидел быстрее, чем ты. Че ты прям орешь-то? Лестница, лестница. У меня такое ощущение, что я здесь был. Заберись на крышу и останови его. А че я войти не могу? Обалдеть, я чуть не за... А-а-а, я точно здесь был. Это же... А-а-а, этого чувака. Виселицы, выселицы, где же вы? Подойдите к позиции стрелка. Там метла какая-то. Так, это крыша. Правильно же я понимаю? Да, мне сюда. А галерея сумасшедшего художника здесь. Так, секундочку. О, а там винтовочка уже. Что это такое? Футляр для оружия. Э-э-э, ни херасик, да я тебя даже не видел, сучка. Сучка, сучка, сучка. Падла. Ну что ж, Кольм, твой план побега приказал долго жить. Уважаемые жители Сан-Дени. На протяжении нашей истории именно чего правосудие было всегда отличалось от дикарей. Туда-сюда, ну-ка. Но иногда правосудие приходится вершить дикарским способом. Порой человек бывает столь ужасен, что во имя справедливости кара его должна быть не менее ужасна. Ну и чё, давайте. Кольм Адрискал, один из таких людей. Бля, как же ему хочется в голову всадить. На протяжении десяти лет он убивал, пытал, грабил, похищал, насиловал, истязал жителей пяти штатов. Он злодействовал безнаказанно. Сегодня правосудие, наконец, его настигнет. Конечно. Я был плохим человеком. Молчать — это обвинение. Это не суд, где будут доказывать вашу вину. Мы собрались за тем, чтобы привести в исполнение приговор. Не вздумай дергаться, падла. Успокойся, сынок. Повешивай за шею, пока вы не умрёте. Это нелёгкая обязанность. И она не приносит радости. Но мы должны её выполнить. Всё, он попал. Во имя процветания нашей цивилизации. Пока. Господа, всё готово? Да, прощай, Кольм. Путь Господь в его бесконечной мудрости сжалится над вашей грешной душой. Удачи. Прощай, Кольм. Теперь ты знаешь, кого это смотреть, как умирает тот, кого ты любишь. Да, падла? Ты сломал мне жизнь. Блин, ну что ты, Сэдди? Не смогла держать себя в руках. Артур! Если я тебя слышу, уложи кого-нибудь из них. Слышу, конечно. Прекрасно тебя слышу. Бля. Я забыл, что он перезаряжается долго. Спокойно. Блин. Отлично. Так, следующий. А, вот он. Да не ссыте, не ссыте. Сейчас я подстрелю их. Блин, такая дурацкая перезарядка. Да чтоб тебя! Стой на месте, сука. Да ё-моё, он не сдох. Прямо яичко. Ой, блин, он ещё живой. Бей его. Чё-то ему дал уйти-то, я не понял. Ну, что сделано, то сделано. Сваливаем отсюда. Нормально, нормально. Вот и Кольм повис. Прощай, Кольм. Нам будет тебя не хватать, старый ты засранец. Так, ну, уже двумя злодеями меньше. Значит, Кольмудрискл за нами больше не охотится. Корнуул, значит, больше не платит Пинкертону. А, ну, ещё просто законники. И мы просто в розыске, да? Ну, всё равно жопа. А чё ты опять в лагерь-то прибежал? Я думал смотаться до этой. Ой, блин. Как всё прошло, Артур? Хорошо. Ну, посмотрели, как этот мерзавец дёргается. Но вся эта затея никак нам не поможет. Ну, одной проблемы у нас будет меньше. Да-да-да, я только что об этом говорил. В конечном счёте, по сравнению со всем правительством, Кольмудрискл оказался не таким уж и страшным. Тебе пришло письмо. Вот как? Оно от той женщины Мэри. Мэри? Она того не стоит. А кто стоит-то? Ну-ка, чё там Мэри прислала? Кольцо прислала. Мой милый Артур, ты так и не пришёл. Теперь, просматривая газеты, я понимаю, почему. Полагаю, что ты не получишь это письмо. Но, тем не менее, должна его отправить. Артур. Ох, Артур. Я уже вознеслась в глупеньких мечтах своих, значит. Я скучаю по тебе, я всегда буду скучать. Но такая жизнь не по мне. А ты, кажется, по-другому жить не можешь просто. Когда я с тобой, мир становится мне понятен, но когда мы в разлуке, я ясно вижу, что твой мир не тот, из которого можно выбраться. Мне так жаль за всё, что произошло давным-давно, из-за того, что я снова вернулась к этой теме. Артур, внутри тебя есть хороший человек, но он борется с великаном. И великан побеждает снова и снова, снова и снова. Ты снова разбил моё сердце, а я, боюсь, разбил твоё. Я никогда не прощу себя за это, но ты должен меня отпустить. Да ладно, иди уже. А к письму я прилагаю кольцо, которое ты подарил мне много лет назад, когда мы были молоды. Не потому, что оно мне не нравится, но потому, что оно слишком мне дорого. И потому, что оно слишком сильно напоминает о тебе. Надеюсь, когда-нибудь ты встретишь человека, которому оно пригодится. А ведь оно столько лет заставляло меня думать о тебе. Надеюсь, что, вернув его, я снова стану свободной. Прощай, Мэри. Ну, ладно, одной проблемы ещё меньше. Хорошо. Теперь нас не будет никто дёргать. Так, а в лагере, по-моему, вообще какая-то жопа происходит. У них ни жрачки, ни патрон, ничего. А есть здесь это... Хреновина для лагеря. Ну-ка, подожди. Давай на карте посмотрим. Ни ящика я не вижу, ничего здесь нет. Чё-то странный лагерь какой-то у нас. Даже ящика с пожертвованиями нет. А здорово, Штраус, Страус. Так, гримшу ходят здесь. Пастор, пастор. Я чё-то не понял, а где эта хреновина-то? У нас её нет просто. Банки с пожертвованиями. Вообще, по идее, должна быть. Улучшение. А, пожертвовать. Стопэ. Чё можно пожертвовать? На, в общак, вот. Эй, чё-то не то я пожертвовал. Ладно, нечего тут вам жертвовать, обойдётесь. Не сдохните. А здорово, здорово, алканавт проклятый. А чё здесь ещё можно подделать в лагере? А раньше можно было, эти, дрова колоть. Понятно, эти посрались вдвоём. Что ещё ждать от алкоголика и чувака, который раздаёт деньги на лево и право, не на право, непонятно кому. Как ты? Нормально, нормально. Бывало и лучше. Ищу эту банку для пожертвований. Ты её не видел? Понятно, ты её не видел. Ладно, хорошо. Ну, нет банки. Нету банки для пожертвований. А зачем там? Может, у тебя в пещере есть? Отвали, короче, чувак. А, вот она. А почему она сломана? Да отстань, пожалуйста. Ну, Джон, отвали. Мы перед ним в долгу. Может, всё ещё исправить, пока не поздно. Но всё закончится плохо. Чувак, иди отсюда уже. Вали, короче. Это да. Ты всё? У тебя всё, да? Береги себя. Удачи. И тебе тоже. Давай. Давай, давай, давай. Иди отсюда. Я хочу посмотреть, работает банка эта, с пожертвованиями или нет. Она вся раздолбанная. По-моему, в неё нельзя ничего положить, да? А что ещё тут есть? Тут же целая пещера такая, не херовая. Огонь. А мы её так и не осмотрели после того, как убили этих придурков. А здесь огромная пещера. Может быть, даже что-то интересное мы найдём. Хотя, мне кажется, вряд ли. Просто пещера, в которой пусто и насрано. Водичка. О, помылись. Так, а там что у нас? Ещё костёр. Одни костры, короче. Ой, подожди. Чё за свет такой странный? Подожди, где здесь был только что? А, вот свет. А наверху что? Ну-ка. Так. Может быть, даже что-то интересненькое здесь есть. Хотя я очень в этом сомневаюсь. Всё выше и выше. Ничего себе. Это, наверное, ещё один проход просто, да? А куда он ведёт? Опизденеть можно. Почему я не видел его раньше? Тихо-тихо-тихо, Арту. Только не упади, пожалуйста. И лестница. Ну-ка. И куда всё? И куда это мы выходим? Это потайной ход. Ну, нихера себе, куда я убежал. Ну, калош-то я, естественно, не смогу позвать, да? Не, не могу. Итак, друзья, что я предлагаю? Я предлагаю на сегодня на этом закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всё, друзья, всем пока-пока. Кстати, спасибо. Спасибо за просмотр. Давы. Продолжение следует...